Вы не первый раз в Пензе выступали. В четвертый. Вот, даже в четвертый раз, но в Пензе концерте, в Пензе филармонии вы в Перуме выходили сегодня уже. Да, да, да. Ну, очень приятный зал, очень приятный. И красивый, и акустический очень приятный. Мне очень понравилось. А программа о песне кино и романсах брала специально для Пензе концерта? Нет, у меня есть эта программа. Она изначально называлась «Из первых рук», потому что в концерте будут звучать произведения композиторов Баснера, Шварца и Петрова. Это композиторы, с которыми я работала. И вот романсы и песни этих авторов, они попали ко мне именно из первых рук и были сделаны непосредственно с ними. Ну, не все там Шварца поменьше, Баснера, какие-то я сама делала вещи, Петрова потом. Но в основном это так. А вам близка эта музыка? Близка мне эта музыка, близки мне эти композиторы. Ну, понимаете, когда я жила в Ленинграде, работала в оркестре, я пела музыку Петрова Баснера и Шварца. И эта любовь осталась навсегда, потому что, ну, по крайней мере, на сегодняшний день в романсовой, в современных романсах лучше я ничего не знаю. А вот вы исполняете романсы, ну, в общем-то, часто, да? Вот вы видите, как публика реагирует год от года, меняется отношение к этому направлению музыки? Стали любить больше или, может быть, стали любить меньше? Стали любить больше, стали любить больше, стали ходить больше на романсы, появилось много молодежи в зале. И я думаю, это объясняется именно чистотой жанра, скорее всего, так, хорошим текстом, хорошей музыкой, я думаю, и с открытостью вот этой, с которой можно романс спеть, нужно обязательно открыться, обязательно душу свою открыть. И, видно, из-за этого романс так вот сейчас любят. Какие у вас творческие планы? Творческие планы? Ну, какие творческие планы? Работать, дай бог, чтобы силой были, здоровье было, и чтобы еще брали нас на концерт, и сейчас все становится сложнее и сложнее, и поэтому хочется еще попеть, хочется еще поработать, найти что-то новое. Вот сейчас мой замечательный коллега Юрий Нугманов написал для меня четыре романса, и они пользуются очень большим успехом. Я надеюсь, что мы с ним продолжим это направление, и он еще мне подпишет что-нибудь, и мы выпустим альбом его романса, потому что он никогда не писал музыку, именно вокальную романса никогда не писал, песни не писал. Он гитарные всегда обработки, переложения делал, а здесь к нему в руки попал сборник стихов моей хорошей подруги Светланы Ивановой, она доктор философии, директор института, и говорит, давай тебе напишу романс. Я говорю, ну давай попробуй напиши, и вот получилось, мы записали уже с ним три романса, ну вот надеюсь, что мы продолжим. К сожалению, ушли корифеи, и так романсы писать, как умели писать они, никто пока не умеет. Спасибо. На здоровье.